РАДИО БОЛТКОМ Добрый день, Айна. Здравствуйте. Да, ну вот совсем недавно появилось, ну в какой-то степени сенсионное сообщение о вашем решении вернуться в политику. Я знаю, что еще некоторое время тому назад вы не планировали и даже, возможно, не помышляли вернуться. Почему все-таки вы приняли такое решение? Может быть, ситуация вокруг пандемии вас к этому подтолкнула? В 2011 году, как многие, наверное, помнят, в то время реальные руководители КНАБа Юта Стрите вместе со своим сотрудником Юрошем сделали большой шоу по всей Латвии. И, по сути, они сказали, что Айнар Шлессер виноват, ему надо быть в ответе за разные дела, которые якобы он совершил. Буквально надо сидеть в тюрьме. И так началась так называемая эпопея олигархов. И этот супчик начали варить. И, конечно, там были и разные шоу вокруг этого. Латвийское телевидение и многие другие рассказывали о ужасах и так далее. Но главная идея была взять власть в свои руки, потому что было понятно, что КНАБовцы хотели иметь контроль и политическую, в том числе. И накануне президентских выборов, когда я заявил, что я не буду поддерживать на переизбрании Заттлерса президента, то, конечно, вот именно команда Заттлерса вместе с КНАБом разыграли эту партию. В результате пять лет до 2016 года я был под следствием. Пробовали найти какие-то незаконные дела в моей жизни. Увы, в течение пяти лет им так и не удалось. Все те обвинения, которые они выдвигали в мою сторону, просто пропали. И в 2016 году тихо это все расследование закрыли. Закрыли те же, которые в 2011 году начали. И, конечно, я решил, что в политике я возвращаться не буду. Но опять уже после этого расследования взяли старый супчик, который уже начали варить в 2011 году, так называемое дело олигархов, и создали парламентскую комиссию, чтобы опять делать расследование, почему КНАБ в течение пяти лет так ничего и не нашел. Так, благодаря этому расследованию была создана еще одна партия. Это уже партия, в которую вошли и Стритя, и Юрош вместе с Борденсом. И в результате, конечно, они опять это все использовали и стали сами политиками. В 2018 году зашли в парламент, сейчас получили власть реальную. И, конечно, я, несмотря на это, все равно думал, что я в политику возвращаться не буду. И тут оказывается, когда сейчас во время пандемии рейтинг партии опять ниже Плинтуса, ниже 5%, в то время, когда 85% населения не поддерживает сегодняшнее правительство, сегодняшних политиков, опять разыграна новая партия. Взяли какие-то события 13-летней давности. Якобы я в чем-то виноват в связи с цифровидением цифрного телевидения. И самое интересное в том, что, да, конечно, в мое время мы работали над этим проектом. Министерство транспорта действительно было в ответственности за задание правительства, чтобы это телевидение мы внедрили. И, конечно, мы этот процесс двигали. Но наша ответственность была до решения Кабмина, потому что конкурс, который состоялся, в котором был выбран «Лателеком», который был потом утвержден в кабинетах министра Годманиса. Да, в этом я в ответе. Но, увы, это был 2009 год, и получилось так, что правительство Годманиса ушло в отставку 12 марта. И в наше время никакие договора с «Лателекомом» вообще не были подписаны. Договора подписывались 30 марта, когда уже работало правительство Валдеса Домбровского. Был другой министр транспорта, другой министр экономики, который контролировал «Лателеком», и, конечно, вот эти более 10 лет, пока шло расследование, о котором я даже уже не знал, что оно ведется, никто ничего не нашел. В КНАБе, оказывается, 4 следователя сменились, потому что они ничего не нашли и ничего не могли доказать, что что-то было сделано неправильно. И прокурор, видя, что сейчас это просто время заканчивается, и, по сути, срок давности по этому деянию... Да, он мог истечь, да, он взял это дело, быстро сфабрицировал его против меня и сделал это. Конечно, я связываю это в том, что это установка министра юстиции Борданса вместе с Юрошем, потому что для них... А у них нет другой цели, им надо бороться против кого. Они ведь для этого государства ничего хорошего вообще не сделали, рентинг менее 5%, и опять им нужно с кем бороться. И я вижу, что то, что произошло 2011 года, сейчас опять происходит. И потому я понял, что этот суд будет длиться следующие 5-10 лет, и я не собираюсь еще 5-10 лет от своей жизни просто выкинуть и ждать, пока меня оправдают в суде. Потому что я не вижу, что я могу быть в ответе за договора, я не знаю, хорошие они и плохие, но которые были подписаны не в мое время, а во время премьера Домбровска. И потому я принял решение возвратиться в политику, потому что сегодня в парламенте, посмотрите, там сколько людей, и Кайменш, и Юрош, и Закатистов, все, которые под следствием, тот же Бондарс, у которого тоже есть уже решение суда. Сейчас они даже изменили закон, что люди могут работать в парламенте, в правительстве, пока их вина не доказана. И так как этот процесс может длиться 10 лет, я считаю, что сегодня большинство людей недовольны тем, что происходит в государстве, не только с ковидом. Посмотрите, что происходит в той же моей любимой транспортной отрасли. Никогда не было такой ситуации, когда железная дорога, ЛЦ, стала бы датированной предприятием. 45 миллионов в прошлом году, и такая дотация будет даваться до 2025 года. Это то, что сегодня они прогнозируют. Потом 250 миллионов дали на спасение Аэрболтика, закрыли аэропорт. Это полностью абсурдная ситуация. Вместо того, чтобы международные пассажиры пассажиры летали бы через Ригу, сейчас они летают через Виннюс Талли. Ну, якобы немного приоткрыли, но убытки будут больше 250 миллионов. Так что... То есть еще надо будет датировать. Кто хочет упрекать о том, что якобы я что-то, может быть, сделал, развивая аэропорт, развивая сектор транспорта, логистики и экономику в целом, то сегодня это миллиардные убытки, то, что связано с нашим правительством. И последнее, что хочу сказать. Сегодня правительство работает просто в долг. Они берут деньги тупо, они их тратят. Я не говорю, что сегодня не надо инвестировать, не надо поддерживать детей. Но они вообще не говорят о том, как развивать бизнес, как развивать порты. 14 миллиардов в час госдолг. Вы представляете? Это нельзя вернуть уже в ближайшее время. Это значит, наши дети, наши внуки, правнуки будут жить и проплачивать этот долг. Я считаю, что пришло время, чтобы в политике были бы профессионалы, те, которые знают и политику, и бизнес. И потому я принял решение создавать команду, которая будет принимать участие в следующих выборах в следующем году в октябре. И я уверен, что большая часть людей поддержит нас. И не потому, что им кажется, что Шлессер самый лучший, потому что им надоело то, что происходит в государстве. И то, что наше правительство, по сути, сегодня вообще ни за что не отвечает. Сегодня вот новая информация. Опять нашли виновного якобы при неправильной вакцинации. Опять какой-то чиновник. А почему министр не уходит в отставку, а убирает чиновника? Почему все правительство не уходит в отставку? Это просто показывает то, что они сами боятся от своей тени, и они все только валят на чиновников, а сами хотят быть в стороне. И, по сути, да, сегодня страной правят чиновники, а политиков таких, которые двигают экономику и развивают страну, практически у нас больше нет. Да, вот вы упомянули порты. Мы знаем, что сейчас затеяна министерством сообщения такая реформа портов, перенятие, ну, после чего будет государственное общество капиталов. Это что-то поменяет? Это что, поможет привлечь грузы? Может быть, поможет? Знаете, у нас министр транспорта, по сути, вообще пустышка. Он говорит о какой-то реформе, заменить там управление, поставить своих КНАБовцев, потому что кто у него главный советник, это бывшие КНАБовцы. Вы посмотрите, те, которые руководили КНАБом, они сейчас руководят отраслью, потому что министр никогда не идет на встречу один, всегда рядом один или другой КНАБовец сидит, и сегодня они что хотят? Они хотят забрать контроль над портами, переделать эти структуры как частные структуры и отдать на приватизацию. Они открыто сказали, что через биржу начнут продавать акции. Но вы понимаете, это меняется в философии вообще наших портов, потому что порты до сегодняшнего дня, они бизнесом сами не занимаются. Они создают условия для частных компаний и собирают от них деньги за те услуги, которые порт представляет. Это за то, что корабль зашел в нашу гаву, в порт, они платят. Потом за причалы, которые арендует частный бизнес, платят. Так порт собирает деньги, но порт сам бизнесом не занимается. А сейчас что они хотят? Они хотят приватизировать порты, чтобы плату за то, чтобы судно зашло в наш порт, чтобы причалы, все стало частным. Кто эти частники? Кого они там нашли? В данный момент мы можем только гадать. Но сам министр, он даже не говорит на тему, что надо привлекать грузы. Я понимаю, что сейчас сложные отношения между Европой и Россией. Но посмотрите, как умно выстраивают отношения с Европой в Финляндии. Мы помним, когда избрали президентом Трампа, то президент Финляндии предложил встретиться с президентом Америки и России именно в Финляндии. И не где-то в какой-то будке, в лесу, а в своем офисе, то бишь там, где президент в своем замке работает, представил. Сейчас Финляндия опять сказала, мы готовы стать посредником, чтобы опять российские президенты, новый президент Америки Байден тоже встретились в Кельсинки, в замке президента. Они встречаются. Да, Финляндия всегда во всех важных вопросах вместе с Европой. Но в Финляндии выстраивают умные отношения с соседями. А Латвия гавкает. У нас ведь министры, которые, это как маленькие собачки, бегают у забора, гавкают. Укусить не могут, а гавкать научились. Я считаю, что сегодня министр, который никогда не был в России, будучи министром, никогда не был в Белоруссии, никогда не был в Казахстане, никогда не помогал бизнесу привлекать грузы, потому что сегодня этот бизнес стал очень политизированным. И если вот эти собачонки, наши министры гавкают у забора, Россия говорит, ну а зачем тогда нам дружить и сотрудничать с Латвией. И мы в данный момент очень начинаем проигрывать. И потому я считаю, что мы должны иметь такое правительство, которое, конечно, будет во всех главных вопросах с Евросоюзом, но несмотря на всё, так же, как Франция, так же, как Германия, всё-таки выстраивать двухсторонние отношения с Россией. Это то, что нам надо говорить. Я не говорю, давайте там дружить вопреки интересам Евросоюза. Нет. Но давайте выстраивать отношения соседские, потому что мы не можем перенести Латвию в другое географическое место. Наш сосед – это Россия, Белоруссия. И несмотря на то, если даже нам что-то там не нравится, мы всё-таки должны бизнес-отношения сохранить. И примеры Финляндии – это именно то, что я хочу предложить уже будущему правительству, как мы должны именно работать в будущем и какие отношения с Россией должны быть выстроены. Да, вот премьер тоже не устает повторять, что мы больше не мост между Западом и Востоком. Как мы знаем, у нас уже больше нет такого нерезидентского банковского бизнеса. Вот проблемы с транзитом и логистикой, о которой вы сказали. Тогда возникает вопрос, а за счёт чего мы будем жить, как мы будем зарабатывать? Знаете, что касается нашей экономики, слава богу, что вопреки нашему правительству, всё-таки многие предприниматели диверсифицировали свой бизнес, они экспортируют в разные страны мира. Но даже если мы экспортируем много чего в Европу и в другие азиатские страны, скажем, всё равно главный бизнес – это будет с соседними странами. И то, что премьер сказал в открытую, когда отвечал на вопросы депутатов парламента, то он сказал, что транзитная транспортная отрасль, то бишь все порты, вся логистика – это прошлое, нам не надо вообще об этом думать, надо сейчас думать только об умном производстве, то я считаю, это умная болтовня, то, что делает правительство. Вместо того, чтобы сказать, что каждая отрасль нам важна, что мы должны защищать наши интересы, мы, по сути, сейчас хотим подарить этот бизнес тем же литовцам, эстонцам, России и так далее, всем тем альтернативам. И то, что он вредит сегодня, и премьер, и министр транспорта, и всё правительство этой отрасли – это факт. Потому что, посмотрите, если они говорят, что отрасль не нужна, что думают люди, которые работают в отрасли? Хочу сказать то, что я последние годы этим бизнесом занимался, в наших структурах работало, и ещё сейчас работает более тысячи людей. В среднем зарплата 1500 евро. Это не уровень менеджмент, это стивидоры, это те простые рабочие, которые работают в порту. Это значит, что 1500 евро – уровень зарплаты в этой отрасли. Это значит то, что много налогов, и социальный, и подоходный налог платится государству. Пример говорит, что эта отрасль вообще ничего не даёт, это вообще кошмар. В отрасли работают более 50 тысяч людей, как минимум. Если мы возьмём ещё транспортный бизнес, именно эти фуры, которые ездят, которые связаны с портом, будет ещё больше. А премьер говорит, такая отрасль не нужна. Я считаю, после таких слов ему надо было подать в отставку самому, потому что мне стыдно, что у нас в стране сегодня такой пример и такое правительство. Но, увы, сегодня их поддерживают медиа, потому что они платят деньги медиам. Они молчат и поддерживают. Посмотрите, сколько дотаций они дают. По сути, государственные телевидения, радио, они могут вообще не думать о бизнесе, потому что у них всё проплачено. У них нет кризиса. Они получают зарплаты и так далее. Что касается тех же политиков, они понимают, что им не важно, что народ думает. Раньше, когда нас упрекали, что мы якобы привлекаем какие-то спонсорские деньги для партии от тех людей, которые поддерживают политику одной и другой партии, сегодня им ничего не надо. Они приняли закон, что около 15 миллионов, мне так кажется, сумма распределиться между партиями, которые были избраны в парламенте. То бишь партии по 600, 700, 800 тысяч в год получают. А если умножить на 4 года, то это суммы кошмарные. Посмотрите, есть эта партия КПВ. Они развалились, их нет вообще. Но они получают более 600 тысяч денег вообще. Вопрос такой, а за что платят? Это значит то, что ты прошёл парламент, и, по сути, ты можешь стать вредителем, делать, что хочешь, государство тебе даёт деньги. И это вседозволенность, которая существует в политике. Её надо, по сути, с ней бороться. Нам нужны политики, не болтуны, не те, которые просто красиво говорят, а те, которые понимают, что сегодня Латвию надо развивать. Во время короны, посмотрите, торговые центры позакрывали. Сейчас будут 20 миллионов давать на поддержку торговых центров, о чём мы вчера видели. Я сам ехал по улице Криш-Барона, там магазин «Адидас». Там очередь метров 50 за угол даже шло. И никто не соблюдает дистанцию. Там нету двух метров. Ну как, иначе тогда надо очередь выстраивать через дорогу уже, вместо того, чтобы открыть все торговые центры, сказать, давайте, в масках соблюдаемо... Дистанцию, да. ...соблюдаемо два метра и так далее. Но всё открываем, пускай экономика работает. Они опять принимают дурацкие предложения, решения, и в результате что мы от этого имеем? То, что в экономике очень большие проблемы, а правительство даже это не понимает. Да, вот всё-таки возвращаясь к политической деятельности, всё-таки прошло 10 лет. Это, наверное, для истории ничего, но для человеческой жизни довольно много. Изменилась всё-таки чуть-чуть и политическая палитра. Как вы дальше видите свои дальнейшие шаги? Ну, видите, действительно, 10 лет много чего изменили. У меня семья, пятеро детей, двое взрослых, три ещё школьники, скажем так, за которыми тоже надо присматривать, чем я и занимался. У меня нет хобби, как у многих. Я на охоту не хожу, на рыбалку не хожу, пьянством не занимаюсь. Жена у меня одна, уже около 30 лет мы вместе. Это всё-таки довольно-таки долго. Очень консервативный я всегда был и остаюсь. И, конечно, я считал, что всё будет так продолжаться. Но сейчас, когда всё вот так изменилось, я понимаю то, что я готов бороться с этой ситуацией, в которой Латвия очутилась. Я не хочу, чтобы разные борденсы, юроши возглавили нашу страну, в честной политической гонке и в конкуренции. Я хочу собрать соратников и людей, которые хотят, чтобы сегодняшние политики вообще не были у власти. Я считаю, что всему правительству надо, если они сейчас не уходят в отставку, то надо сделать всё возможное, чтобы их либо не избрали бы вообще в парламент следующий, либо они остались бы в оппозиции. Потому что они в ответе за этот произвол, то, что происходит. И то, что я планирую делать, я сегодня призываю всех своих бывших соратников, всех людей, которых я знаю, которых я не знаю, всех профессионалов, всех тех, которые не считают, что в Латвии сегодня всё в порядке, присоединиться к моей команде. Я собираю эту команду. Сегодня я собираю тех, которые просто готовы поддерживать меня, те, которые готовы вступить в партию, те, которые готовы стать кандидатами в депутаты и избираться на следующий парламент. Я предлагаю профессионалам, которые сегодня занимаются конкретным делом, и если они готовы идти и быть кандидатами на пост министра уже в следующем правительстве, я таких людей тоже приглашаю. По сути, это возможность для всех. Я хочу, чтобы такие люди объединились, потому что жить в страхе, когда закрывать счета у частных лиц, когда закрывать счета у компаний вообще без аргументации, когда в стране произвол, когда, по сути, нету больше ситуации, когда ты знаешь, что ты невиновен, пока твоя вина не доказана. Сегодня могут закрыть твой счет, сказать, ты виноват в отмывании денег. Докажи, что мы не правы. Не то, что кто-то доказывает, что ты отмывал деньги, а просто могут сказать фразу, и все, и ты в черном списке. Это просто кошмар, потому что это борьба, которая сейчас против всего этого в нашей стране происходит. Это, по сути, произвол, и некоторые чиновники, имея высокую должность, опять так же, как в свое время бывшие КНАБовцы, взяли платформу КНАБа и готовились к политику. Посмотрите, много разных бывших, которые связаны с репрессированными структурами, которые занимались репрессиями. Сейчас они входят в политику. Это значит не то, что они честно, как следователи, как руководители своих структур, занимаются профессионалами своим делом, они используют эти свои позиции, чтобы стать политиками. И нашим государством сегодня, по сути, руководят спецназ, спецслужбы. Либо это люди, которые когда-то в КНАБе работали, либо те, которые сейчас в каких-то других структурах. Это факт. Я знаю очень многих людей, после того, как я сказал, что я возвращаюсь в политику, они сказали, что они готовы, готовы поддерживать. Но многие сказали, знаешь, ну мы боимся. Не боишься ли ты? Потому что у нас может произойти то-то, то-то, то-то. Ужас. После 30 практически лет независимости мы очутились в стране, которую можно сравнить с 30-ми годами, где без суда и следствия люди пропадали, их увозили. Ну, может быть, я сейчас немного преувеличиваю, но идея в том, что люди, которые, даже если они правы, они знают то, что всё равно кто-то может позвонить в дверь, кто-то может прийти, кто-то может их задержать и так далее, закрыть счета. Я думаю, что в таком государстве жить не очень приятно. У меня нет планов уезжать из Латвы. Я хочу, чтобы здесь жили не только я, но и мои дети, мои внуки, и потому я принял вот это решение, и я создаю команду. Так что все те, которые в том числе слушают сегодня наше интервью, призываю вас в команду, давайте создавать сильную политическую партию, где будут объединены все граждане Латвии, несмотря на национальность, либо это латыши, русские, украинцы, белорусы, евреи. Все, которые живут в нашей стране, должны быть как латвийцы, как патриоты нашей страны. Так что я хочу объединить тех людей, которые считают себя патриотами Латвии. Не могу вас не спросить, я знаю, что у вас была импровизированная пресс-конференция некоторое время назад, после похода в прокуратуру, где вам, журналисты, вас спрашивали по поводу какого-то сотрудничества с партией «Новой Гобземса». Я так понимаю, что вы не планируете присоединяться к этому движению? Я не планирую сотрудничать с партией «Гобземса». Я Гобземса в жизни один раз только видел. Да, я знаю некоторых людей, которые сегодня в его партии, но я не связываю свою политическую деятельность с этой партией. Я желаю успехов всем тем молодым людям, которые хотят заниматься политикой, которые пойдут в том числе через другие списки. Но я считаю, что сегодня нужна партия профессионалов, людей, которые что-то в жизни достигли, которые действительно готовы и могут возглавить нашу страну на уровне правительства, парламента, чтобы поднять уровень, чтобы нам не было стыдно за страну, чтобы мы реально двигали процессами экономики, чтобы мы боролись за интересы нашей страны. Скажем, у нас много посольств. Но сегодня это как дорогие Роллс-Ройсы, они стоят в гараже, и никто их не использует в сфере экономики. Да, ладно, Вашингтон, Москва, Брюссель, да, там политика. А все остальные страны – это там, где посольства должны заниматься экономикой. А почему мы не можем дать задачу конкретно всем послам, всем нашим сотрудникам, которые там работают, работать, чтобы помогать развивать, скажем, экспорт наших продуктов в эти страны, плюс привлекать инвестиции. Сегодня этим никто не занимается, потому что посмотрите, кто у нас министры, что они в жизни достигли. Я не хочу никого конкретно сегодня называть, но мне кажется, в этом правительстве профессионалов, которые понимают, как развивать экономику и страну, вообще нет. Начиная с премьера, заканчивая всеми другими. Потому что они этим не занимаются. Я уже давно говорил, могу повториться еще раз, что я бы делал иначе, если я был бы премьером правительства. Но, во-первых, те решения, которые принимают чиновники, мы оставили бы для чиновников, пускай и не принимают. А правительство, по сути, должно тогда утвердить все эти технические решения за час, каждый вторник в Кабмине. И потом вместе с предпринимателями, лучшими, сильнейшими людьми разных отраслей, вместе с ассоциацией, работодателей, торгово-промышленной палате, сидеть у круглого стола и говорить, ребята, давайте, что еще мы можем сделать? Что вам надо от правительства? В ответе все министры, все. Потому что что мы можем сделать? Мы можем развивать экспорт образования. Давайте думать, как развивать вузы, чтобы сюда ехало еще больше студентов с разных стран мира. Сегодня Великобритания получает около 50 миллиардов в год доходов от экспорта образования. Конечно, мы не будем сравниваться с Великобританией, но все равно потенциал возможный, как мы можем это привлекать. Дальше, что касается медицины. У нас есть разные больницы. Давайте инвестировать еще в эту осторожность, чтобы сюда, в Латвию, приезжали бы пациенты с разных стран. Я знаю, у меня мой друг Янис Заржевский, он до короны говорил, что более половины пациентов у него, как у пластического кирурга, едут с разных зарубежных стран. Да, это экспорт медицины. Великобритания, Швейцария, Россия в том числе, он экспортирует именно свой сервис. У нас много таких врачей. Надо в это вкладывать деньги, чтобы эта осторожность могла развиваться. Так же, как сейчас Кремниевая долина, о котором говорят наши уже ученые. Они говорят, давайте создавать. Вы слышали, чтобы правительство когда-то рассматривало тему, чтобы мы могли в этом IT-секторе действительно начинать работать так же, как это происходит в Америке, как в Швеции, как в других европейских странах. Я знаю то, что много людей, которые сегодня работают из Риги, из Латвии, они работают в международных компаниях. Их зарплата сегодня очень высокая. 4-5 тысяч евро и больше в месяц они получают. Но живут здесь. Почему мы не можем принять правительственное решение, что эта отрасль нас интересует? Давайте вкладывать деньги, подготавливать специалистов. Нам не надо думать о том, как заработать сегодня молодому человеку 1500 евро. Они хотят зарабатывать 3, 4, 5, 10 тысяч. Давайте создавать этот бизнес вместе с правительством. Это ничего не происходит. И то же самое, что касается транспортного сектора. Если премьер говорит, что он считает, что эта отрасль не нужна, то, конечно, все инвесторы понимают, что правительство не поддерживает эту отрасль и надо идти в другую страну. Я думаю, что мы должны иметь таких политиков, которые скажут, мы будем это развивать. Вопреки всем проблемам мы будем поддерживать, мы будем двигаться в это направление. Так что делать, что в нашей стране очень многое. Но должна быть политическая воля. Вы помните в свое время, когда был кризис 2008-2009 года финансовый, и наша экономика обвалилась на 25%, и строительная отрасль буквально остановилась в минус 80%, то именно это была моя инициатива, которую я предложил парламенту. Многие даже не понимали, что я предложил. Это предложение насчет видов на жительство. Каждый, который покупает недвижимость, инвестирует сюда деньги, покупает квартиру, дом, он может получить вид на жительство. Благодаря этой программе в течение четырех лет в Латвию были инвестированы миллиарды. Только по официальной статистике то, что зарегистрировано, это полтора миллиарда. А если мы берем все то, когда человек покупает недвижимость, он ремонтирует, покупает мебель, потом он берет на работу садовников, потом он берет еще там няни и так далее, те, которые приезжают. Это создало большую возможность, это тоже как экспорт, потому что деньги привезли. Благодаря этому успешно развивался бизнес строительства во время кризиса. Именно благодаря этой программе. Сегодня эту программу практически уничтожили. Если была глава правительства, то эта программа будет восстановлена, и сюда опять хлынут люди. Миллиарды инвестиций сюда пойдут. И тогда не будет ситуации, как в Риге. Мы сегодня видим сотни домов в центре пустые. Сотни домов, которые вообще собственники, владельцы не знают, что с ними делать. Потому что дорого реконструировать старый дом, потому что квартира будет очень дорогая, на 150, 200, 300 квадратных метров. Местеры не могут позволить. Давайте делать так же, как это в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Пускай эти дорогие квартиры купят люди, которые приезжают из-за рубежа. Давайте, пускай они тратят в нашей экономике деньги. Увы, сегодня вообще ничего такого нет. Больше хочу сказать. Они хотят уничтожить то, что было создано, то, что было уничтожено по видам на жительство, то, что по портам. И сейчас, что говорит премьер и что говорит Линкать, что в этой отрасли якобы пару человек только зарабатывают деньги. Вы представляете этот абсурд? Пару человек. В отрасли работает транспортно более 50 тысяч людей, а им кажется, что только пару человек зарабатывают. И если я сейчас в этой отрасли работаю и в моих структурах работали более тысячи людей все эти годы, то они хотят бороться со Шлессерсом. И чтобы побороть Шлессерса, надо уничтожить весь транзитный бизнес. Вот до такого абсурда мы сегодня дожили. – Да, ну что ж, спасибо большое, пожелаем вам удачи, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Шлессерс у нас был на прямой связи, большое спасибо.